Крупнокалиберные гаубицы, зенитные орудия, беспилотники, свой боевой потенциал армия Азербайджана демонстрирует на учениях близ армянской границы. А это границу патрулирует уже армянская авиация. Су-30СМ, именно они сейчас стоят на вооружении ВВС страны. Премьер-министр проводит консультации в генеральном штабе. Вооруженные силы продемонстрировали исключительно высокий уровень боевой эффективности, не только обеспечивая нерушимость границ Армении, но и разрушая миф, построенный действующим президентом Азербайджана на протяжении полутора десятилетий о боевой эффективности азербайджанской армии. В Баку митингуют, требуют от президента Азербайджана более решительных действий. Силы внутри страны подогревают обстановку, но Ильхам Алиев пока ограничивается жесткими заявлениями. Армения подрывает переговорный процесс, и это видят все. Достаточно обратить внимание на заявления руководства Армении. Их военное руководство старается угрожать нам. Оно пытается угрожать нам оккупации новых земель. Терпению азербайджанского народа есть предел. Обвиняя друг друга в провокациях, стороны грозят уничтожением крупных инфраструктурных объектов. Армения будто бы нацелилась на Мингичевирское водохранилище. Там, если плотину прорвет, смоет все селы и города вокруг. Азербайджан обещает нанести ракетный удар по единственной на Кавказе Мецаморской атомной электростанции. Она в 30 километрах от Еревана. До такого даже в начале 90-х не доходило, когда в Нагорном Карабахе шла настоящая война. Тогда вековой спор за регион между Азербайджаном и Арменией вырос в первый вооруженный конфликт на территории бывшего СССР. В советское время Карабах входил в состав Азербайджана, с чем никогда не соглашалась Армения. По итогам войны он де-факто отошел Армении. И теперь с этим положением, как на днях подчеркнул президент Ильхам Алиев, не готов мириться Азербайджан. Но сейчас боевые действия в приграничном Тавузском районе. От спорного Нагорного Карабаха больше полутысячи километров. Но здесь тоже стратегические интересы обеих закавказских республик. Неподалеку нитка нефтепровода Баку-Джейхан и железная дорога Дакарса, повредив которой можно нанести непоправимый ущерб экономике. На кадрах, которые ежедневно распространяет Министерство обороны Азербайджана, именно вот такие удары артиллерии по армянским пунктам обороны в горах в районе Тавуза. А это уже видео армянского телевидения. Стены домов в селе Айгепар в дырах от снарядов. Помирить страны пытаются постоянно. Существует минская группа ОБСЕ во главе с сопредседателями России, США и Франции. Российский министр иностранных дел провёл поочерёдно переговоры с азербайджанским и армянским коллегами, призывая к скорейшему разрешению конфликта. Министерство иностранных дел, Министерство обороны России работают с азербайджанской и армянской сторонами с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации и её нормализации. Но в официальных сообщениях из Закавказья пока только воинственная риторика. Андрей Григорьевич.